Цепочки, столбики, шлагбаумы, все конструкции, которые ограничивают проезд транспорта или огораживают территорию для парковки, должны быть установлены легально. Это касается не только дворов, но и парковок около магазинов. Однако определить это невооруженным глазом невозможно, поэтому стоит обратиться в префектуру вашего района. Если за прошлый год на территории Московского района, если конкретизировать, таких конструкций в принудительном порядке было убрано 88. И еще почти столько же были убраны в добровольном порядке после проведенных контрольных мероприятий как раз работниками территориального управления. Установить шлагбаум законно можно в единственном случае. Если будущая парковка находится на придомовой территории, жильцы могут организовать общее собрание, проголосовать и возвести любые удобные для них конструкции. А управляющая компания или ТСЖ должны будут предупредить надзорный орган. Все остальные случаи являются незаконными. Когда граждане либо ошибаются, либо считают, что территория каким-то образом на праве собственности, либо в другом праве принадлежит им, устанавливают заборы с воротами. И тем самым ограничивать движение других транспортных средств, что, конечно, тоже недопустимо. К этим конструкциям, кстати, в том числе и блоки относятся. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Однако нюанс в том, что штраф налагается не на того, кто пользуется незаконной парковкой, а того, кто ее организовал. Поэтому свою вину люди признают редко. Убирают конструкцию тоже не за один день. Работник префектуры обязательно развешивает объявление с возможностью поиска собственника данной конструкции через две недели в случае не выявления собственника. Мы развешиваем предписание на уборку данной конструкции через две недели, значит, в случае невыполнения данного предписания направляем заявку специализированную организацию МКУ техобеспечения на проведение принудительного демонтажа. Конструкцию перемещают на специальную площадку, где она хранится не менее полугода. Собственник может ее забрать, однако при этом придется заплатить штраф, возместить расходы по демонтажу, транспортировке и хранению изделия, а также предоставить документ, чтобы подтвердить право собственности. Стоит отметить, что в этом году статистика намного лучше. Ликвидировали всего восемь конструкций, остальные собственники убрали сами.